Коллеги, добрый вечер. Главный тренер хоккейного клуба «Салабилаев» в Томи Фляпсе. Готов подвести краткие итоги матча, просто для этого ответить на ваши вопросы. Томи? Спасибо. Очень тяжелый начальник для нас. У нас были две простые игры. В первые пять минут. Это был очень тяжелый начальник для нас. Для нас начало матча получился очень тяжелым и пропустили достаточно легкие шайбы. После этого, я думаю, что мы играли довольно солидную хоккейную игру. И мы не сгибли. Я думаю, это было огромное дело сегодня. Самое важное, мы не стали сдаваться после счета 2-0. И я думаю, что это как раз ключевой момент матча, что мы проявили характер и стали дальше играть. Сегодня очень хорошо. ПК, пеналтики, мы сделали очень хорошую работу. Один пауэрплей и хорошая голова. Это способ, чтобы вы победили эти игры. Составляющая сегодняшнего успеха. Это, наверное, три ключевых момента. Сегодня сыграл прекрасно Метцелла. Сегодня мы забили гол в большинстве. И отличная игра в меньшинстве. Коллеги, ваши вопросы? Здравствуйте. Можно начать? Здравствуйте. Здравствуйте. Азамат Шулуков, Медиакарсет. Первый вопрос для Томи. Качеством игры сегодня доволен? Ну, я был счастливым. Животом. Благом, бандель, трудные игроки. Уголовные игроки. Я 8-0. Смирно. Уголовные игры я хотел в том, что мы начали, из этих задач. Это было неплохо, и, конечно же, мы были 1-2 минуты до конца, поэтому это 2 пункта, это не важно, если вы победите 10-0 или в овертайне, это только 2 пункта. Это получает 2 пункта, и давайте не забывать, что это матч на выезде. Не считаете ли вы, что Салават слишком сильно зависит от первого звена и Хартиканина, в частности? Нет, не считаете ли вы, что Салават слишком сильно зависит от первого звена, и Хартиканина в частности? Не знаю, я не могу сказать, что я не удостоверен, когда бойцы получают голы, и мы можем победить этот матч, поэтому... Сегодня мы должны вспомнить, что Сосникова победила в этом победе. Я не думаю так. Мы ничего особо не меняли, потому что все-таки голы вытекали из индивидуальных ошибок, а не из того, что наш план был неправильно выбран, поэтому никаких изменений. Последний вопрос. Об отмененных голах Динамо. Не считаете, что Салават сегодня немного повезло? Спасибо. На самом деле, в этих моментах это не... мы можем обсуждать о том, что это удача или неудача. Это в первую очередь правила хоккея. Ты должен забивать по правилам. Как состояние Амирова после сборной И почему мы невидимого после паузы Я думаю, что Амиров Я думаю, что он снова Он травмирован Надолго Надолго Дуракцион 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 Мы идем день за день И, возможно, мы можем практику tomorrow Мы увидим день за день С дня на день Но посмотрим, что мы сможем завтра тренироваться Пока сложно, конечно, сказать Но надеемся, что ситуация улучшится Коллеги, еще вопросы? Если вопросов нет, поблагодарим Спасибо 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 Коллеги Владимир Васильевич Крикунов Главный тренер хоккейного пола Водиного Москва Краткое summary по матчу После этого Ответит наш вопрос Дима Васильевич, пожалуйста Ну, играли неплохо, ребята В принципе, игра была хорошая Такая Хороший противник Достойный вполне Звено у нас Ефремова забили два гола Вроде все Пошло хорошо Потом во втором периоде Пропустили один гол И В третьем периоде Пропустили два Забили один Да Играли в ничью Основное время Ну, и в овертайме Видели, что такой несчастный случай Свои ворота отправили От решения Жалко, но Перед этим имели хороший момент Миронова вывели на хороший бросок Но такой Не попал Да Тут же пропустили Как закон Забивая стыд Все у меня Спасибо, коллеги Пожалуйста, ваши вопросы Кто будет первым Дмитрий, пожалуйста Владимир Васильевич Добрый вечер Сразу скажу, что не надо оценивать судей Но Сегодня у Динамо Отменили Можно сказать Да так С натяжкой Два гола Ворота Салавата Вам за какой Больше обидно За первый период Улинберга Или В концовке у Яшкина Что не за счет Яшкин На тот гол Такой Скажем В падении Человек Забивал Все там Да Правило есть правило Я не знаю Насколько это было правильно Следующий вопрос Владимир Васильевич Уже не в первый раз У Динамо возникает проблема Вот после счета 2-0 Да Можешь помнить Матч с Локомотивом И недавно с Витязем Игра чуть не перевернулась Вот что Динамо не хватает Чтобы удержать На уровень игры В течение всего матча Я думаю Что не хватает Просто у нас Физических сил Да Поскольку мы начали Сезон Из шести недель Мы готовились Две недели Да У нас на две недели Игроки были В карантине Сначала Потом Все переболели Еще по две недели И получилось так Что игроки В основном Тренировались У нас всего Две недели Из того что было И к сожалению Тот маленький запас Который был Видимо Подрастратили И не хватает Нас на третий период Начали мы Сейчас уже Работать по новой Чтобы подтянуть Этот момент Я думаю Что в ближайшее время Мы выберемся Из этой ситуации Спасибо Следующий вопрос Не считайте Что вратари В последнее время Не вручают Потому что При том что Команда Полевые игроки Играют неровно Вратари должны Давать шанс Так скажем Ну Пропускают Достаточно много И скажем так Ну Не спасают Тогда Когда это надо Я скажу Наверное Пропускают Не так много По пять По шесть По семь Мы не пропускаем Пропускаем Видите Там две Три Шайбы Да Но Мы забивать Стали меньше Тут наверное Еще Есть проблемы Спасибо Дмитрий А что с Тарасовым Когда он вернется Понятно Что за травма С Тарасовым Где-то так Порядка десяти дней Может быть Чуть раньше Спасибо Следующий вопрос Да Владимир Васильевич Но все-таки Ребята говорят Что хорошо поработали Вот в эту паузу На Евротур То есть Физика Войдет Да В нужные кондиции В третьем периоде Проблемы уйдут В ближайшее время Правильно Я понимаю Сейчас занимаемся Специально Тем Чтобы у нас В третьих периодах Это все Закончило Следующий вопрос Коллеги Владимир Васильевич Последний матч В силу известных Причин Динамо Играет одним Составом Защитников В этой связи Вопрос Как проходит Процесс Набор Формул Верещагина И Лямина Когда вы Примерно Ожидаете Увидеть На льду Я думаю Что Лямина В следующем Матче Спасибо Следующий вопрос Коллеги Если вопросов Больше нет Спасибо Спасибо Всем Коллеги Мы готовы Продолжать работу Александр Кадейки Нападающий Хоккейного клуба Салти Лайф Готов Подвести итоги матча Начнем С кратких итогов Что появилось Сегодня Игра такая Как качели 0-2-3-2-3-3 Хорошо Войертайм Забили Но Опять-таки Такие качели Тяжело Как-то Однозначно Оценить игру Коллеги Можно к вопросам Перейти Добрый вечер Заман Шулуков Медиакорсеть Вы сейчас Только что Сказали Про качели Которые Сложили Сегодняшние матчи Почему Вообще Такое Салата Происходит И не первый раз Такое В этом сезоне Тяжело сказать На самом деле Может быть Где-то функционально Да Динамо Чуть-чуть Побыстрее Были В начале Игры Не знаю Прям Это чувствовалось Что все Отскоки Они забирали Все Там Какие-то Нейтральные Шайбы Все было За ними Очень Мы медленно Реагировали Медленно Двигались Именно Вот эти Моменты Переключения Когда Шайба Шайба Была Нейтральная Да Именно Вот в эти Моменты Почему-то Медленно Все переключались Потом В принципе Выровнялась И Игра В принципе Выровнялась То есть Как раз Это такой Был ключевой Момент Наверное Игры Два Периода Тяжело Было С позиционными Атаками Не могли Толком Закрепиться В зоне Динамо В третьем Это Начало Получаться Что Лучше Что Разбирали Впервые Как-то Само Произошло Это Вот К тому К первому Вопросу Функционально Состоянием Потом Выровнялась И Забросы Начали Где-то Цепляться За шайбу Где-то Полегче Стало Контролировать Выигрывали Борьбу То есть Начали Выигрывать Борьбу Начали Держать То есть Не такой Прессинг Был Наверное Где-то Полегче Стало Уходить Под давлением Поэтому Как раз Я бы Наверное С этим Связал бы У вас После Карантина Было Достаточно Много Матчей Когда Мало Брас Не выигрывали Сегодня Наконец Тренд Переломили Вообще С чем это Было Связано Действительно На это Повлиял Ковид Обращали Ли Внимание На свою Статистику По Выиграм Брас Ну Конечно Обращаешь Внимание Другой Момент Зацикливаться На этом Или Не Зацикливаться Здесь тоже Вопрос Функционального Состояния Когда ты Чувствуешь силу Чувствуешь Быстроту Руки Сильные Быстрые То Легче Выигрывать Брас Как и Все Другие Элементы По хоккею Даются Легче Конечно Надо Войти Все Навыки Чуть Шаг за Шагом Восстанавливать Надо Но Конечно Стараюсь С этого Потому что Любая смена Начинается В Браслеле Конечно На это Стараюсь Делать Акцент Сегодня По данному Протоколу У Салвата Всего Один силовой Прием За матч На ваш взгляд Это правильно Или подсчитано И в целом Надо ли Команде Играть Жестче Или Нынешний Уровень Агрессии В отборе Устраивает Салват Ну Это Конечно Интересный Вопрос Он такой Глубокий На самом деле В принципе Агрессивный Отбор Это Не значит Силовые Приемы Любой Отбор Это Надо Забрать Шайбу Можно Забрать За счет Быстроты За счет Действия Клюшки Есть Хоккеисты Которых Вы прекрасно Знаете Которые Не надо Силовые Приемы Проводить Которые Отбирают Шайбу И без Этого И владеют Вот Поэтому Я бы не сказал Что Прямо Силовые Приемы Это Прямо Такой Показатель Агрессии В плане Отбора Шайбы А то Что Один Прессиловой Прием Мне кажется Слабо Посчитано Я только Могу Один Вспомнить После Которого Я удаление Получил Может Он И был Как раз Я не знаю Но Если Такие Силовые Приемы То Лучше Вообще Без силовых К вам Зино Вернули Жаркова Это Раз И Два Вы Сейчас Выходите В первой Спецбригаде Большинства Оцените Эти два Тактических Хода Насколько Вам стало Удобнее После Этого Стало Легче Играть Ну Конечно С Володей Мы играли Два Года Сейчас Уже Третий Силов В принципе Начальца Зона здорового Получалась В принципе У нас там Связка Которую Не разбивали Никогда Сейчас Стало Намного Проще И в давление Идти И Понимание Игры Его Надо Просто Чуть Вернуть А не Заново Выстраивать Конечно Мне комфортно Стало В плане Спецбригад Ну Как бы Здесь Просто Чуть Не шло Чуть Поменяли Спецбригад Уравняли Так Скажем С моим Переводом В первую Звину У меня все Спасибо Коллеги Еще вопросы Есть? Если вопрос Нет Спасибо большое Коллеги Вячеслав Кулиомин Пожалуйста Вячеслав Краткое Самое По игре После этого Можно будет Задать Ваш Вопрос Пожалуйста Ну Начали Последнюю Предыдущую Игру Хорошо Начали Первый Второй Проверили В третьем Опять Чуть Чуть Не удержали Вроде бы И отыгрались Потом В концовке Повертаем Немножко Не подфартило Не знаю Два периода Хорошо играли В третьем Вроде не было Таких Серьезных Ошибок Но Увы Опять Пропустили Будем Работать Коллеги Пожалуйста Ваши Вопросы Дмитрий Да Пожалуйста Вячеслав Вот Крикунов Сказал Что Не хватает Команди Физики На третий Период И сейчас Над этим Идет Работа Действительно Вы этого Чувствуете Что Не хватает Именно Сил Чтобы соперника Сдерживать В концовках Потому что Не первый раз Уже проигрывает Динамо Именно Концовку Матча Тренеру Виднее Не могу За всех Сказать Как бы Я Ну За себя Лично Мне вроде Хватает Физики И ребятам Тоже Нет такого Да Мы работаем Уделяем Время Этому Конечно Вот Ну Мне кажется Не физики Просто Не везение То есть Команда Физически Нормально Он себя чувствует И сегодня Принесло Результат Твои плоды Ну Да В первую очередь Об Вороне Думаю Главное Не пропустить Все Хорошо Сложилось Опять же Две пропустили Наброс Был От синей линии Такой Немножко Потеряли В втором Моменте Второй Гол Будем Стараться Работать Чтобы не Попускать И стараться Забивать У вас В прошлом Сезоне У вашего Звена Был Такой Очень Результативный Момент Ну Период Скажем Так И у вас Лично Тоже Как Вы чувствуете Готовы К нему Вернуться Вот Показать Такую Игру Как Год Назад Ну Будем Продолжать Вроде Готовы Приложим Все усилия Чтобы так Продолжать А там Бог даст От удачи Зависит Спасибо Следующий Вопрос Коллеги Если вопросов Больше нет Спасибо Сейчас Через минуту Владислав Ефремов Даже Нет Не отключаюсь Не отключаюсь До свидания Коллеги Владислав Ефремов Пожалуйста Краткий Ток Матча Резюмирую И После этого Вопросов Молист Всем здравствуйте Ну Опять же Повторюсь Да Сейчас Валку Лемен Гол Хорошо Начинаем матчи Первые два Период Здорово Играем Ведем В счете Потом В третьем Периоде Начинаем Пропускать Будем Работать Над этим Разбирать Ошибки Будем Стараться Такого Больше Не допускать Спасибо Пожалуйста Вопросы Коллеги Да Дмитрий Пожалуйста Влад Добрый вечер У вас Так получилось Что Забил Реализовал Эти моменты Которые были В предыдущей Гре Слава Богу Что так получилось Такое конечно Обидно Что проиграли Это немножко Заставляет негатив Да Расстроились Ребята Все Спасибо Следующий вопрос Привет Немножко шутливый Вопрос Я задам Вот ты дал мне Интервью И сразу Набрал Три очка Может Почаще Стоит Общаться С журналистами И чаще Будешь Забивать Павел До свидания До свидания Продолжение следует